Так, ребята, все дело в том, что когда на телефоне появляется надпись Роман Курбатов, это значит, что следующая как минимум неделя обещает быть веселой. Мы берем Стёпе, абсолютно неподготовленному эндуристу, мотоцикл эндуро, и я его отправляю на одну из самых сложных гонок по эндуро в России, в Орленок на Черном море. Абсолютно без подготовки, на совершенно незнакомом мотоцикле, ничего не зная о дисциплине эндуро, просто приехать и заявиться в гонку и постараться ее проехать. Естественно, как спортсмен в дисциплине стандрайдинг, я абсолютно не имею амбиции занять какое-либо место в гонке, кого-то удивить и так далее. Так, ну я не знаю, может, конечно, у эндуроистов так принято, конечно, собираться, но это, по-моему, полный капец. Вот это, ребята, мой мотоцикл, на котором я как будто бы куда-то поеду. Короче, парни, до встречи на гонке. Я уверен, мы отметим эту победу громко. Добрый день, дорогие друзья! По факту задача просто получить удовольствие от этой гонки, попытаться перенести навыки управления мотоциклом на эндуро-трассу, ну и просто набраться немножко опыта в этой теме. Естественно, к таким гонкам нужно готовиться. И причем готовиться довольно-таки серьезно. Но я, не имея такой возможности, просто постараюсь включить панк-режим и доехать до конца. Это и будет моей целью этого заезда. Просто стартануть в точке А и доехать в точку Б. Все нормально, бро? Первый это пролог, который будет сегодня. Он будет состоять из пяти кругов по два километра. То есть в общей совокупности десять кругов. Камни летят жесть, конечно, непривычно вообще. Передняя подвеска не работает. Очень болтает, смотрим. Можно немножко прибавить здесь. Да, стихия, конечно, не моя, но на самом деле это забавненько так. Так, ну что, у нас практически конец четвертого круга. А вот. Силы пока еще есть. Силы пока еще есть. Сейчас пропустим это. Самое темное место для меня, это глина. Середняя покрышка китайская. Абсолютно не дежа на мой взгляд. А ну вот совсем. Вот это глина. Просто как на лыжах еду. Смотрю на ребят, они едут хорошо. Ну что, я еду как будто на сноуборде. Вот. А вот такая сила в руках есть. Это в принципе не страшно, как только она закончится. Да, это глина. Вот, кстати, попробую там проехать. Ни разу не ехал. Только что увидел. Да, здесь там много лучших. А, ***. Нет, 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 нет. Вот, ***. Надо было ехать там, где привык. Вот такая вот штука. Блин, хреново то, что у меня по правой рукой просто глина, ребят. И тут такие, как бы баталии, что я не успею. Походу, ее даже спрятнуть. Надо так немножко оботроп. Что мы едем дальше? Этендура, это греет. Это тут нормальное явление. Короче, впечатление у меня двоякие. Двоякие, ребят, впечатления. Могу сказать, что прям дух захватывает такое. Какое-то. Грязное. Грязное настроение, короче, на этой комнате. Ну что, ребята, пролог завершен. Основная цель стартовать и финишировать выполнена. Я не знаю, что там по номерам. По-моему, я сто процентов не последний. Завтра второй день, завтра гонка. Пошли готовиться. Атмосфера, конечно, прикольная. То есть много людей, чувствуется вот это напряжение, нагнетание, соревновательный дух. В принципе, все то же самое, что и в стан соревнованиях. Только тут больше, я бы сказал, любителей. То есть здесь есть люди, которые реально переживают. Которые прям вот эти неподдельные эмоции у них. В общем, обстановка, конечно, и вот эта вся атмосфера, она подкупает. Ничего особенного. То есть это самый такой потребляемый сегмент из серии 150-160 тысяч рублей. Из серии 172 самый популярный воздушный мотор на 21 лошадиную силу. Колеса 20-18, регулировочки и красивый внешний вид. То есть все то, что покупают сейчас в основном люди, которые просто хотят хоть как-то кататься, не строят какой-либо там профессиональный карьер, а просто говорят, я хочу просто кататься в лес, чтобы меня тянул. Вот, просто кататься, чтобы меня тянул. Вчера, прокатившись, поняли, что задняя покрышка, она узкая, 110-я, она категорически не справляется с грунтом, степи реально тяжело. Поставили ему заднюю резину Mithos 120-ю EF07 Superlight 754-я, которая считается у линдристов одна из самых излюбленных. Потому что она мягкая, потому что у нее здоровая шашка, потому что она довольно легкая. Вот, и поставили ему рычаги вот такие вот откидные IGP американской конторы. Откидные. Вообще лучше поставить защиту рычагов, но мы с собой не взяли. Поэтому, ребята, те, кто хочет, в принципе, особо ничего не умея попробовать себя в каком-то спорте, наверное, эндуро подойдет лучше всего для этого. В общем, ребят, до дедлайна осталось буквально полчаса. Я еду основную гонку. Пожелайте мне удачи. Погнали. 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 Продолжение следует... Да, я вижу, что у многих из моего класса просто заканчиваются силы, а не тупо садятся на трассе. Продолжение следует... Как это? Да. 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 Это, походу, будут ребята страдания, сейчас очень высокая гора. Субтитры сделал DimaTorzok На A-Lite это не очень похоже В этом месте можно легко убить сцепление Поэтому буду сейчас вручную Пытаться закатывать его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вы поняли, да? Эндуро это не только про то, что ты сам за себя всегда Здесь надо помогать Мне помогли Что, давай так же тогда Давай Давай 661 Давай, бро Что такое? Будем ждать? Все, минус один Рома, что случилось? Не знаю Да есть, Степ, есть, Борис У меня ключ есть, оставите У меня все есть На A-Lite, конечно, не очень похоже Да, вот на этих местах руки просто умирают Ну, походим и ездить умираем, а то нам неудеется итак ребят мы на финишной черте меня переполняют эмоции потому что я завершил эту гонку честно говоря трасса была непростая как мне кажется я не могу судить потому что это была моя первая гонка эндуро тема веселая требует хорошей физической подготовки и хорошее владение мотоциклом обязательно по-другому ты просто там умрешь на этом склоне тебя будут вытаскивать когда ты будешь жить костер поэтому ребят все получилось максимально круто авантис с каким-то там 170 мотором доехал я сломал фару сломал еще несколько элементов пластика но в принципе мотик вывез сам были затычные участки где в принципе даже хороший мотоцикл мог развалиться и сломаться и я видел такие моменты то есть ребята там ломались не могли заехать но мой малыш вывез в общем ребят вот такая получилась максимально спонтанная панковская гонка для меня я жду от вас обратной связи если вам заходит контент эндуро в дополнение к моему основному виду деятельства трайдингу пишите комментарии давайте договоримся так если этот видос соберет хотя бы 20000 просмотров и 100 комментариев я попробую себя еще раз возможно на одной уже из питерских наших гонок потому что есть уже предложение попробую еще раз проехать посмотрим сравним эту гонку эту я получил довольно таки много опыта как сказали опытные эндуристы мне после заезда что проехав одну эту гонку я в принципе прошел путь полугодичных тренировок в эндуро то есть я сразу понял много много полезных вещей и следующая гонка скорее всего для меня сложится уже намного проще очень ребят такая у нас получилось в этот раз интересная серия ставьте лайки подписывайтесь на канал всем добра пока а